итак мы переходим к задаче рассеяния значит я опять же повторю я некоторые некотором смысле в конце прошлой лекции проговорил постановку задачи рассеяния но сейчас ее повторю у нас как бы есть какая-то мишень рассеивающий центр на него падает плоская волна постановки задач такая и возникает рассеянная сферическая волна ну соответственно у нас пси которые решают уравнение шейдингера в чем это мы решаем стационарное уравнение шейдингер да вообще говоря различается упругой и не упругой россии в упругом россии не сохраняется энергии и мы с вами будем создать только упругой россии не у нас просто времени не хватит обсудить еще и не упругая хотя в принципе если дополнительную лекцию написать можно и не упругой рассмотреть значит так у нас будет 13 лекций в этом семестре есть еще не упругой рассмотреть было бы 14 значит мы рассматриваем решение стационарного уравнения шейдингера которая развивается суперпозицию падающей плоской волны и рассеянной волны значит сейчас я их явно напишу мы их они были выписаны в прошлом на прошлой лекции значит теперь вот вероятность рассеянному кванту за единицу времени пройти в единицу площади равно следующему ну вот у вас есть элемент телесного угла какой-то там д омега вот вероятность единицу времени пройти через эту д омега она определяется следующий дельта си вот это вот по модулю в квадрате на в на д омега на д с прошу прощения на д с даже это д с вот ну и в случае д омега значит где плотность мы использовали что плотность вектор вектор плотности тока модуль вектора плотности тока равен дельта пси в квадрате на в где вы эта скорость кванта квантов ну электронов там если мы рассеиваем электроны аж бар к на м но и где к так как у нас заданная энергия есть корень из 2 м е поделить на аж бар в квадрате вот ну и на прошлой лекции объяснялось что пси 0 это плоская волна а дельта пси это рассеянная она определяется как f от тета и фи на е в степени и к р поделить на р но это более-менее определяет направление то есть единичный вектор n вдоль направления рассеяния вот фи а это амплитуда рассеяния которая стоит на ли зависит от направления так если это подставить вот сюда то мы получим что d w вероятность к рассеянному кванту пролететь на данном направлении есть f в на f от тета фи по модулю в квадрате на d омега но это r сократилось с этим r ну и нам нужно нам нас интересует сечение рассеяния а невероятность сечение определяет следующее нужно это отнести к потоку падающих частиц а поток падающих частиц как мы знаем это определяет следующей величиной и h бар на 2m здесь значит psi 0 сопряженная на градиент си 0 си 0 си 0 это вот эта вот величина минус psi 0 на градиент си 0 сопряженная значит ну и если а выбрать если а выбрать равном единице потому что а вот этот нормировочный множитель он определяет просто более-менее поток этот то j будет равен в то есть одна частица в единицу времени проходит в данные в данную направлении значит тогда д сигма сечение рассеяния которое по определению есть d w делить на поток падающих частиц она просто равна f от это фи по модулю в квадрате д омега поэтому эта величина называется амплитудой рассеяния то что она определяет сечение рассеяния значит здесь стоит подчеркнуть один важный факт и на будущее это запомните вот отличие классического рассеяния от квантового классическое рассеяния по идее вам должны были в механике преподавать это значит у светит поток частиц на мишень и они как-то рассеиваются ну понятно да чем дальше тем меньше отклонения чем ближе тем красиво чем сильнее отклонения и у вас есть как бы прицельный параметр я не очень хорошо нарисовал но в общем я у вас есть прицельный параметр минимальная грубо говоря вот вы параллельную проводите такую этот прицельный параметр и от прицельного параметра зависит дифференциальное сечение а потом вы полное сечение когда находите вы интегрируете поэтому а в квантовом рассеянии у вас никакого прицельного параметра нету потому что вы рассеиваете волну волна на как бы заполняет все пространство и в реальной ситуации безусловно как его все пространство это микроны ну уж точно в сантиметрах от центра рассеивающего уже практически ну потому что все же зависят как сказать от характерных размеров и как сказать по сравнению с какой-то величиной если достаточно отошел далеко уже как бы ты очень далеко от от мишени не понятно что я говорю или понятно а вот значит значит на прошлой лекции мы вывели формулу для вот этого для этой величины в борновском приближении по теории возмущений значит вот она выглядела так f от это фи которая по определению есть f от n она приближенно равнялась минус м поделить на 2 пи h бар в квадрате интеграл по d3r здесь стоит е в степени и к даже здесь модуль к n r в от r пси 0 от r ну пси 0 это вот вот то пси 0 вот такую формулу мы вывели на прошлой лекции в самом конце ворновском приближении теперь давайте обсудим критерий применимости ну это теория возмущений критерий применимости теории возмущений в данном случае это значит что у нас дельта пси ну критерий по модулю должен быть много меньше чем си 0 вот тут дельта пси меньше чем си 0 что еще следует что f от от n поделить на r много меньше единиц теперь давайте детальнее посмотрим на эти все критерии для двух разных случаев различаются у вас как бы у потенциала есть характерный размер а за пределами которого он зануляется ну есть характерный параметр который определяет там вот размер в котором потенциал существенно отличным от нуля различается медленные частицы медленное рассеяние рассеяние медленных частиц и и быстрые частицы частицы вот это вот она вот она просто здесь интеграл по маленькому r поэтому большой r используется как нару на внешний параметр здесь интеграл по области внутри которой потенциал существенно отличен от нуля а почему константа это радиус до точки наблюдения вот у вас начало вот у вас радиус до точки наблюдения а есть вот радиус интегрирования на прошлой лекции такие обозначения использовались так давайте рассмотрим отдельно медленные быстрые частицы критерии применимости обсудим более детально вот смотрите значит не трудно видеть что здесь интеграл берется по области более менее радиус меньше а радиус по модулю меньше а ну и для медленных частиц здесь можно пренебречь вот этим вот фактором тогда вот этой вот величиной в экспоненте можно пренебречь ну и дельта пси дельта пси он по модулю м ну по порядку величины ма квадрате в 0 поделить на аж бар в квадрате где в 0 это более менее характерные величина потенциала глубина его и эта величина должна быть много меньше единиц значит если вот на этот критерий посмотреть более внимательно то мы получим что в 0 много меньше аж квадрате поделить на ма в квадрате вот такой вот критерий применимости для медленных частиц давайте посмотрим что это значит вот эта величина это характерная величина кинетической энергии частицы у вас грубо говоря есть какой-то там потенциал вот он какая-то там ямка значит глубины более-менее в 0 это я думаю такую картинку рисую условную вообще у меня трехмерная ситуация значит глубины в 0 характерного размера а значит вот в этом внутри этого размера если частица помещается то у нее характерная кинетическая энергия вот такая а если вы вспомните с прошлого семестра условия существования уровня энергии в этом потенциале то он обратен обратный к этому то есть это условие обратное к условию существования уровня энергии внутри такого потенциала и это не случайно потому что если у вас есть там этот отдельный разговор я к сожалению не успею обсудить Если у вас там есть уровень энергии, то у вас есть резонанс. И тогда как бы нарушается условие применимости. То есть не случайно здесь условие обратно, обратно условие существования уровня энергии. В прошлом семестре у вас была такая задача найти, существуют ли уровни энергии. Аккуратнее там, не убейтесь. Теперь давайте рассмотрим быстрые частицы. Для быстрых частиц критерии легче выводить тоже, опять же из, ну как бы не из формулы для амплитуды. Не из формулы для амплитуды. Не тоже, а в смысле удобнее выводить критерии не из формулы для амплитуды, а из, как это называется, из первых принципов. Ну просто в уравнение Шерлингера подставить Пси, который есть Пси 0 плюс Дельта Пси. При условии, что Пси 0 решает уравнение Лоплосиан Пси 0 плюс К в квадрате Пси 0, ну это просто вот та волна решает такое уравнение, то на Дельта Пси мы получаем следующее уравнение. Лоплосиан Дельта Пси плюс К в квадрате Дельта Пси. Ну более-менее это то уравнение, из которого мы искали амплитуду. Это просто вот в Борновском приближении мы решали это уравнение. В смысле, мы решали это уравнение с использованием функции Грина. В Борновском приближении это вот именно то, что мы по теории возмущений интерпретируем, то, что стоит, потенциал теории возмущений. Рассматриваем. Понятно, да, что я говорю? Теперь будем искать решение этого уравнения. Будем искать в виде Дельта Пси. Да, пусть у нас вектор К параллелен оси Х. Ну и еще мы считаем, что он очень большой. Соответственно, ищем решение Си от Х, вот этого вот уравнения, в виде f от Х на е в степени и КХ. Где К это вот этот вот, я не знаю, я уже стер его. К это корень из 2m, е поделить на h бар. И считаем, что К очень велико. Если это подставить сюда и смотреть в пределе, когда К очень велико, то уравнение на f, я еще раз подчеркиваю, он от Х. То есть это про Y и Z я забыл. Ну, это лапассиан на всякий случай. То уравнение на f будет иметь вид следующее. 2 и К, ДФ по ДХ. Приближенно есть 2mv поделить на h квадрат. Ну и, соответственно, используя решение этого уравнения, я найду, что дельта Пси имеет следующий вид. Как вы думаете, что я существенно, кстати, использую при этом решении? Я использую следующее, что у меня… Как вы думаете, что я использую? Какой физический момент я использую? Вот у меня есть сращающий центр. На него летит поток квантов с высокой скоростью, с большим импульсом. Что с ним происходит после рассеяния? Куда он летит в основном? В том направлении, в котором и летел исходно, почти, с маленькими отклонениями. И это и используется. Понятно, что я говорю? То есть я вместо того, чтобы ставить сюда сферическую волну, как я делал до сих пор, я поставил практически плоскую, пренебрегая зависимостью от Y и Z. Вот в этом приближении это и решено. Понятно, да? И я к этому еще вернусь. Значит, дельта Пси, соответственно, имеет следующий вид. Ну и модуль дельта Пси, если оценить этот интеграл, имеет порядок Mv0 А в квадрате поделить на H в квадрате Ка. Ну и чтобы это было много меньше единицы, необходимо, чтобы V0 был много меньше H в квадрате Mа в квадрате на Ка H в квадрате H в квадрате поделить на А. Это для критерий применимости для быстрых частиц, где V это скорость. Понятно, да? Это то, что уже я обсуждал. Скорость квантов. Вот там критерий применимости медленных частиц, это критерий применимости для быстрых частиц Борновского приближения. Теперь давайте я посмотрю более внимательно вот на эту формулу. Я ее сейчас перепишу. Я ее сейчас стирать не буду, но перепишу, сотру после того, как перепишу вот эту формулу. Перепишу для сферически-симметричного потенциала. Что? Что еще раз? Какое равенство смущает? Вот это вот равенство. Все нормально. V, вот. Так, рассмотрим ситуацию с рассеянием в сферически-симметричном потенциале. То есть, когда у меня V от R, ну, я так условно пишу, это функция только от R. Смотрим. Надеюсь, понятно, что я под этим. Тогда у вас ситуация… Давайте я здесь нарисую. Или здесь. Хорошо, ладно, здесь нарисую. У меня как бы идет, ну, волна. Здесь рассеяющий центр. И у меня ясное дело, что появляется цилиндрическая симметрия. То есть, у меня вот есть угол тетта, а есть вот угол фи. То есть, угол фи – это вот этот вот. А тетта – это отчет от этой оси. Наверное, ее все-таки за Z возьмем. Понятно, да, что я говорю? Есть цилиндрическая симметрия. В этой ситуации, понятное дело, что F тогда зависит только от тетта. В зависимости от фи пропадает. В сферически симметричном потенциале. Тогда эту формулу, если сюда явно подставить наше Пси-0, я его стер. Ну, понятно, это плоская волна. Минус M поделить на 2П H бар. Так, секунду. Я правильно напишу здесь. H бар в квадрате, наверное. H бар в квадрате, наверное. Печатка. Интеграл по d омега. Интеграл по d r от 0 до бесконечности. r в квадрате. v от r. А здесь стоит E в степени и k r. Это вот отсюда лезет. минус k r на n. Понятно, что я говорю? Эту вот формулу я переписал. Теперь давайте посмотрим, что происходит. У меня вот есть падающая волна. У меня есть рассеянная. Вот так направлен k. Вот так направлен k. И у меня есть рассеянная волна. n. n это единичный вектор в направлении наблюдения, в котором я наблюдаю. нетрудно видеть, что k n это просто k штрих, где k штрих это вектор рассеянный, волновой вектор для рассеянной волны. При этом, так как у меня энергия сохраняется, модуль k штрих равен модулю k. Это понятно? Значит, какая ситуация у меня в результате имеется? Я просто объясняю, что здесь написано. У меня есть k минус k штрих на r. Вот здесь. Это буквально вот оно. Это видно? Значит, теперь вот у меня есть два вектора по модулю равных k, ну, грубо говоря, ну, я не знаю, я так рисую, это равнобедренный треугольник. У меня есть падающая волна, есть рассеянная волна. Разница между ними это переданный импульс. Модуль переданного импульса, модуль переданного импульса, это есть 2k на синус тетта пополам, где тетта это угол между ними. Это вот это вот тетта. этот тетта. Ну, Султан, ты как-то за голову взял себе все, непонятно ничего. Какой-то угрюмый, тяжелый вид. Ничего не понятно? Так, значит, вот здесь стоит этот вектор q по модулю, равный вот этой вот величине. я просто выразил его через энергию, которая задана, и угол рассеяния. Значит, в результате мы получаем следующее, что вот отсюда прям. f от тетта это следующая величина, но это я должен взять еще интеграл по d омега. А, не, я его не беру здесь. Пока еще не беру. 2π поделить на h бар в квадрате интеграл по d3r d3r e в степени i q r v от r. То есть фактически у меня φ, вот это вот f, это фурье гармоника от потенциала. Понятно, да? Это фурье гармоника от потенциала. Фурье образом от потенциала. Соответственно, d сигма есть m поделить на 2π h бар в квадрате в квадрате v и модуль v от q от θ в квадрате на d омега. Так, здесь опять у меня опечатка. Понятно? Теперь я возьму интеграл. Ну, то есть не возьму, а в смысле немножко преобразую интеграл для фурье гармоники. Это конкретная фурье гармоника, отвечающая импульсу, переданному импульсу. То есть это фурье преобразования от потенциала, отвечающая переданному импульсу. Ну, давайте этот интеграл немножко поиграем с ним. То есть нам нужно взять вот такой вот интеграл от нуля до бесконечности d r умножить на r в квадрате интеграл от нуля до 2π d φ интеграл от минус единицы до единицы по d косинус. Я давайте другую букву θ использую, вот такую. Это не та же самая θ, это разные θ. Этот угол это угол между q и r. сейчас я напишу его. Здесь стоит е в степени i q r на косинус вот этого вот θ. А вот этот θ вот этот θ это угол между k и k штрих. Он здесь. Вот этот q зависит от θ. И этот θ это не то же самое, что это θ. ну, у меня значков. Понятно, да? Чтобы на всякий случай подчеркнул. Теперь вот беру этот интеграл, но это легкое упражнение. Это есть 4π интеграл от нуля до бесконечности dr этот интеграл уже нужно брать для определенного вида v sin qr вот у вас есть упражнение вычислить этот интеграл. Ну, а после чего f от θ для сферически симметричного случая имеет следующий вид. 2π h бар в квадрате интеграл от нуля до бесконечности dr там что стучит дверь dr на r v от r синус q зависящий от θ вот этого θ на r поделить на q от θ и напоминаю, что q от θ q от θ вон написано там это 2k синус θ пополам вот оно здесь стоит здесь и здесь вот такая вот формула которой вы будете пользоваться при решении задач задовольник что вы смеетесь так давайте теперь такой вопрос обсудим немножко свойства рассеяния быстрых и медленных частиц так это наверно наверное надо перенести да что ж такое-то там нельзя закрыть эту дверь что ли так теперь давайте обсудим некоторые общие свойства рассеяния быстрых и медленных частиц. Кстати, отдельно про сходимость этого интеграла. Очевидно, что, чтобы этот интеграл сходился, V от R должен вести себя при R, стремяющейся к бесконечности, как R в степени n, где n больше или равен 3. Чтобы интеграл сходился. На самом деле, если степень не точная, и, как это сказать, не целая, то, конечно, возможны варианты поменьше, чем R. Главное, чтобы… Ну, понятно, в общем. Значит, теперь обсудим отдельно быстрые и медленные частицы. Вот медленные частицы, когда k амного меньше единицы. Я вам напоминаю, что здесь фактически интеграл обрезать можно A, соответственно, вот этим вот синусом можно пренебречь. Понятно, да, что я говорю? Синусом можно пренебречь. Ну, я напоминаю вам, что экспоненты почти не осциллируют. Если R меняется в пределах от 0 до A, а k а – много меньше единицы. Это я уже использовал. Соответственно, у вас получается следующее, что f от θ, вот отсюда просто, он от θ не зависит, он константа. Приближен на константа. Что это значит? Что у вас медленные частицы рассеиваются на рассеивающем центре. Что это значит? Что медленные частицы рассеются практически однородно, равновероятно, во все стороны. А про быстрые частицы? Про быстрые частицы мы с вами даже договорились из общих соображений, что они в основном будут рассеиваться вперед. И это из общих соображений понятно. А как это отсюда увидеть? У вас, наоборот, вот эта вот величина очень большая, в том смысле, что у вас здесь стоит 2k синус θ на r. И чтобы этот множитель не сильно осцеллировал, вам нужно, чтобы синус θ пополам был много меньше, чем единица на kA. Иначе множитель сильно осцеллирует, и вклад в интеграл этот подавлен. То есть эта амплитуда подавлена. То есть дают вклад только очень маленькие углы. Понятно, да, что я говорю? Ну, вот это вот просто из этого интеграла видно. А мы так из общих соображений сказали, а теперь мы можем просто из этого выражения сказать. Ну, это мы, кстати, могли сказать и из исходной формулы, даже не для сферически симметричного потенциала. Так, это что касается свойств в Борновском приближении, в теории возмущений. Теперь мы перейдем к другому методу описания рассеяния, к более сложному. Здесь есть вопросы? Потому что я перехожу к одной из самых сложных тем. Почему-то она вызывает сложности у студентов. Хотя, возможно, после того, что вы видели в этом семестре, вам это уже не так сложно будет. Есть вопросы? Что вы жмете плечи? А? Ну, а там вообще кто-то есть? Нас вообще кто-то смотрит? Да. Сколько? Один. И тот с Камчатки. Не спит просто. Это не человек. А сейчас, на самом деле, с этими записями, особенно, когда ты первый раз рассказываешь лекции, ну, куча ляпов, а тут тебя записали, вот на всю жизнь останется теперь мне как напоминание. Буду я через 20 лет рассказывать уже, как от зубов все отскакивать, я все буду помнить, все детали, без бумажечки. А тут вот наговорил, записал, а тоже уже дальше не будут записывать. Ну и там, да, кстати, имейте в виду, что лучше читать текст, а не по видео готовиться, потому что в тексте меньше опечаток. Сильно. И там поправлены ляпы. Так. Итак, я перехожу к так называемой фазовой теории рассеяния. Фазовой теории рассеяния. Буду обсуждать так называемые парциальные волны. Моды. В общем, значит, мы... А именно, вот у нас есть уравнение Шредингера. Стационарное уравнение Шредингера, вот задача рассеяния. Я как бы расписывал решение этого стационарного уравнения Шредингера вот в таком вот виде. Давайте я даже еще точнее напишу. E в степени ИКР, C от R, E в степени ИКР, плюс F от N, E в степени ИКР, на R. Это плоская волна, это сферическая волна. Я хочу искать решение уравнения Шредингера, стационарное, вот это вот F от R, в следующем виде. Ну, это же функция от R, θ и φ. Хочу искать ее в виде разложения по сферическим гармоникам. Но для сферически симметричного потенциала, конечно. То есть он функция от модуля R. Сумма по L от нуля до бесконечности, сумма по M по модулю меньше или равное L. Здесь какие-то константы B, L, M. Black Lives Matter. Значит, чтобы легко запомнить, это B, значит, а здесь стоит радиальная часть и сферическая часть. Сферические, это сферические моды, а это радиальная часть. Вы знаете, что если искать решение уравнения, стационарного уравнения, с прошлого семестра мы это знаем, если подставить это в уравнение Шредингера, мне почему-то все время, я хочу сегодня сказать уравнение Эйнштейна, потому что перед тем, как прийти на лекцию, обсуждал уравнение Эйнштейна. Значит, если я вдруг их назову уравнением Эйнштейна, не пугайтесь. Уравнение Шредингера и воспользуюсь тем, что эти решают θ, φ. То есть это лоплосян сферический. То тогда вот на эту функцию мы получаем следующее уравнение. d2 по dR в квадрате r плюс k в квадрате минус 2mv от r поделить на h бар в квадрате минус l на l плюс 1 поделить на r в квадрате. И это r. Вот такое уравнение, радиальное уравнение Шредингера, если помните. Ну, я еще раз напишу, k в квадрате это 2m e поделить на h бар в квадрате. И тут важно, что нас интересует конкретное решение этого уравнения, которое, как помните, должно не иметь особенности. То есть когда r стремится к нулю, r на rL должен стремиться к нулю. Вот нас интересует такое решение уравнения. это выделяет одно решение из-за у этого дифференциального уравнения второго порядка, два решения, а мы выделим одно. Это важно в дальнейшем, что мы будем работать такими. Теперь, нас интересует следующее. Мы все время, чтобы вы понимали, значит, у нас задача следующая. Давайте я еще раз сформулирую постановку задачи. Вот мы хотим найти решение этого уравнения, которое описывает вот такую вот ситуацию, такую суперпозицию, падающей и рассеянной волны. Причем мы все время будем смотреть вдалеке от мишени. То есть у нас есть мишень, а мы далеко от нее находимся. Вопрос, насколько далеко, это там несколько сантиметров, как правило, ты уже на бесконечности в реальной ситуации, чтобы вы понимали. Потому что там характерные размеры такие, что мы про элементарные частицы говорим. То есть мы достаточно далеко находимся. То есть нас будет интересовать решение этого уравнения, асимптотики решения этого уравнения при R, стремящейся к бесконечности. Асимптотики решения этого уравнения при R, стремящейся к бесконечности. Но при этом мы должны, когда мы уйдем по R к бесконечности, у нас потенциал практически уже будет пренебрежим мал. Мы его можем вытянуть отсюда. Но при этом мы будем искать такие решения, которые ведут себя как-то регулярно при R стремящихся к нулю. Это, во-первых, такое решение, которое ведет себя. И вообще говоря, несмотря на то, что мы далеко от него находимся, это мы и обсуждаем ассимптотику этого решения. Соответственно, это решение знает о потенциале. Сейчас я скажу, в каком смысле. То есть, вот смотрите, мы идем при R стремящихся к бесконечности. Как раз хорошее время для перерыва. Ну и не надо удалять. Итак, смотрите, нас интересует решение этого уравнения, его асимптотика. Давайте посмотрим на него внимательнее. Вот если ввести такую функцию UL, но я не помню, мы ее в прошлом семестре по-другому называли, и HL, наверное, вот такую вот функцию ввести, то для этой функции, вот смотрите, у нас, если уйти на бесконечность, то это равно нулю, и этим можно пренебречь тоже, этим можно пренебречь, и уравнение превращается в следующее. Д2 по DR в квадрате UL плюс K в квадрате UL приближенно равно нулю. Вот уравнение такое. Очевидно, что его решение можно представить в следующем виде. Синус KR минус PL пополам. Это введено для удобства, это фаза, в принципе, это просто фаза. Плюс ΔL. Вот. Вот это вот ΔL, оно помнит все про потенциал. Так, в принципе, решение, ну, видите, это уравнение уже про потенциал ничего не знает, но мы-то говорим об асимптотике этого уравнения. Соответственно, его решение, вот нам нужно найти эти фазы. Вы увидите, что эти фазы все определяют. А задача выразить их как-то через потенциал в конечном итоге. Не, ну мы сейчас не про это будем говорить. Тут для конкретного потенциала нужно будет искать фазы. Итак, да, PL пополам введена для удобства. Это просто выделенная фаза вот здесь вот. Увидите, почему в дальнейшем ясно станет, зачем я это сделал. Итак, давайте, да, я еще раз напомню, что мы полное решение, полное решение PSI от R представляем в следующем виде. Сумма по L от 0 до бесконечности, сумма по M между минус L и L. Здесь стоит пресловутый коэффициент умножить на R L от R на Y LM от θ фи. Вот в таком вот виде мы ищем решение этого уравнения. Ну для этого, с другой стороны, мы его ищем в таком вот виде. Ну, во-первых, давайте вот это вот представим в таком вот виде. Нас еще не просто такое интересует, а когда R по модулю стремится к бесконечности. Мы этим будем пользоваться. Значит, давайте представим вот эту вот величину в таком вот виде. Ну, во-первых, есть степень IKR, она есть в степени IKR на косинус θ. Очевидно, что так как она не зависит от фи, а только зависит от θ, то туда дают вклад только гармоники с M, равные 0. Понятно, да? Которые симметричны цилиндрически. По L от 0 до бесконечности, F L от R на Y L0, L0 косинус θ. Ну, а это мы знаем, кто такой. Это полинома Лежандра с точностью до коэффициента. Сумма по L от 0 до бесконечности. Здесь F L от R стоит. Это я использую формулу из прошлого семестра. На P L от косинус θ. Это полинома Лежандра. То есть я просто явный вид вот этих вот подставил. То есть это почти то, что вот здесь. Значит, давайте найдем эти F от R. Но причем F от R, а для этого мы воспользуемся чем? Чем мы воспользуемся? Мы воспользуемся в том, что фактически это разложение. Вот у нас есть функция от косинуса θ. Мы ее разложили по полному базису функции от косинуса θ. И вот нам нужны эти коэффициенты. Для этого нужно воспользоваться, что этот базис ортогональный. Там коэффициент нормировки более-менее этой величиной определяется. Ну вот F L от R равняется 2π интеграл от 0 до π. D θ sin θ. E в степени И, К, Р косинус θ. А здесь стоит 2L плюс 1 поделить на 4π на PL от косинуса θ. Это просто определение этой величины. Если ввести кси, который равен косинус θ, то тогда F L от R будет иметь вид π на 2L плюс 1 интеграл от минус единицы до единицы, D кси, E в степени И, К, Р, кси, PL от кси. Вот нам надо взять такой интеграл. Вообще этот интеграл выражается через функции Беселя. Но нам это знание не нужно. Хотя мы к нему вернемся и отчасти эти функции Беселя обсудим. Только какой-то урезанный вариант функции Беселя обсудим чуть дальше. Важно следующее, что нас интересует это при R стремящийся к бесконечности. А не просто так. Нас интересует этот предел. Нас вообще всегда интересует. Я имею в виду, что вот это разложение нам в этом пределе интересует, разложение этой величины в этом пределе интересует, и разложение этого в этом пределе. Представление этого в этом пределе. Соответственно, нам нужно знать это F L от R при R стремящийся к бесконечности. Посмотрите на этот интеграл. Его можно брать перевалом, вернее, стационарной фазой. Все. Ну, а можно даже еще проще. Я возьму, по частям проинтегрирую. Тут на самом деле еще проще. По частям проинтегрирую. Корень из π на 2L плюс 1. Здесь стоит PL от ξ, E в степени IKR ξ, поделить на IKR, минус 1, 1, минус 1 на IKR, интеграл от минус 1 до 1, D ξ, P'L от ξ, E в степени IKR ξ. Можно показать, просто аналогичным образом, проинтегрировав по частям, что этот вклад порядка единицы на R в квадрате. Вон, видите, дополнительную степень содержит. Не очень хорошо. Здесь такая же степень, но тут этот же интеграл, если его по частям проинтегрируют, то первый член будет начинаться не с E в степени IKR, не единица на IKR, а единица на IKR в квадрате. Ну и так далее. Соответственно, этот подавлен по сравнению с этим. В пределе R, стремящийся к бесконечности, это приближенно равно, для этого нужно воспользоваться тем, что PL от единицы равно единице, а PL от минус единицы равно минус 1 в степени L. Да, минус 1 в степени L. После чего это представляется в виде, как корень из π на 2L плюс 1 поделить на IKR, E в степени IKR минус 1 в степени L, E в степени минус IKR. Это асимптотика вот этой вот функции F от R, при R стремящейся к бесконечности. Вот она такая. Функция имеет такой вот вид. Это вот сюда надо подставить. Что мы получаем? Может, я зря сделал это уравнение. Давайте я его оставлю. Зря я его стирал. Все остальное сотру. Оно мне еще пригодится. Я все время говорю о решении этого уравнения. А его асимптотики при R стремящейся к бесконечности. Вы понимаете, да, что асимптотика выглядит, как только что я стер. Здесь синус KR, какая-то фаза, и вот ΔL. Вот эти вот ΔL зависят от конкретного вида потенциала. Все остальное универсально. Понятно, да? Вот, соответственно, что мы получаем? Что Е в степени ИКР косинус тета имеет вид сумма по L от 0 до бесконечности. 2L плюс 1 поделить на 2ИКР. Е в степени ИКР минус минус 1 в степени L. Е в степени минус ИКР. ПЛ от косинус тета. Это поведение вот этой величины при R стремяющейся к бесконечности. Так. А теперь мы хотим говорить про вот эту вот величину, которая решает вот то, вот это уравнение Шейнгера. В пределе, и мы хотим рассмотреть ее предел, когда R стремится к бесконечности. Понятно, да? Как выглядит эта величина, когда R стремится к бесконечности? Вот это. Она выглядит как А поделить на косинус. Косинус, что там? КР минус ПЛ пополам плюс дельта L поделить на R. Так. Так выглядит. Ну, только что я стер. Ну, в смысле, асимптотика вот этой вот функции такая. При R стремяющейся к бесконечности. Теперь я ее представлю вот в таком же виде. То есть вот этот вот косинус вот спешу как... То есть я вот это вот напишу как сумма, это приближенно при R стремяющейся к бесконечности. Сумма по L от нуля до бесконечности. Сумма по M меньшее равное L. B, L, M, A, L поделить на 2 и R. Да, синус там было, не косинус. Поэтому здесь 2 и. 2 и R. Здесь стоит E в степени ИКР минус ПЛ пополам плюс дельта L минус E в степени минус ИКР минус ПЛ пополам плюс дельта L ну и умножить на Y, L, M, θ, φ. Понятно, да? Все, просто подставил вот этот вот синус. Явно. Не проглядывается что-нибудь похожее на вот то, что здесь написано? Вот на это. Даже вот включая этот множитель. Проглядывается, если внимательно смотреть. Проглядывается. Почему? Ну смотрите, я вынесу отсюда такую экспоненту и уберу сюда. Ну то есть смотрите, что я сделаю. Я, если не ошибаюсь, вынесу E в степени И минус ПЛ пополам минус дельта L Это законный вопрос, у меня тоже он возник. Но я когда-то это написал, в прошлом году это вывел. И мне кажется... Я мог описаться... Я мог вывести, а когда переписывать из своего вывода в записи, я мог знак неправильно поставить. Но здесь мне уже было лениво проверять. Проверить сами это легкое упражнение. Потом вот я вынесу отсюда вот такой вот множитель. Сейчас понятно будет еще почему. Введу обозначение СЛМ по определению. Это АЛБЛМ Е в степени И минус ПЛ Пополам минус дельта L. Вот введу такой этот. После чего и воспользуюсь тем, что Е в степени И ПЛ это есть минус один в степени L. Для этого я эту фазу вводил. То тогда у меня получится ПСИ от Р ТЭТА ФИ Ну то есть вот это вот я продолжаю это равенство равно приближенно при Р стремящейся к бесконечности сумма по Л и М ну я уже не пишу пределы, понятно, да? Сумма по Л и М СЛМ поделить на 2ИР Е в степени И КР плюс 2 дельта L минус минус 1 в степени L на Е в степени минус ИКР на И ЛМ ТЭТА ФИ А теперь я возьму разность это же полная а это падающая Дельта ФИ Дельта ПСИ которая по определению есть ПСИ минус ПСИ ноль она должна у меня вести себя как Е в степени ИКР поделить на Р на какую-то Ф от ТЭТА ФИ вообще говоря, да? Это значит, что у меня должна быть только расходящаяся волна а сходящиеся волны со знаком минус вот такой здесь не должно быть это значит, что вот это вот это должно сокращать вот это а это произойдет только при определенном виде ЦЛМ еще раз меня интересует следующая суперпозиция падающая плоская волна имеющая такой вот вид и расходящаяся сферическая рассеянная волна то есть я должен так найти такое решение которое если из него вычесть падающую плоскую волну у меня будет только расходящаяся сферическая волна а это возможно только в определенной ситуации когда вот это сократит вот это а это возможно только когда ЦЛМ имеет совершенно определенный вид это определяет эти коэффициенты здесь я их сейчас напишу ЦЛМ соответственно должны равняться 2 корень из π на 2L плюс 1 поделить на k дельта m 0 после чего я сразу нахожу что вот эта вот разность вот эта вот разность дельта Пси имеет как раз такой как надо вид приближенно безусловно е в степени ик поделить на r сумма по l от нуля до бесконечности 2L плюс 1 поделить на 2 ик е в степени и 2и дельта l минус 1 PL на косинус θ но мы с вами сферически симметричную ситуацию обсуждаем соответственно это зависит только от θ это зависит только от θ мы обсуждаем сферически симметричную ситуацию вот это разложение вот это соответственно амплитуда ее разложение по парциальным волнам мы его получили разложение по парциальным волнам она функция от тета, мы ее разложили по полному базису функции от тета представили коэффициент разложения, они зависят от дельты эта дельта несет информацию о том потенциале, на котором мы рассеиваемся мы рассеяние обсуждаем, я мог бы и добавить исходящуюся волну, пожалуйста но это была бы другая постановка задач можно такую задачу, и мы, кстати, мы должны успеть дофига времени значит, сходящаяся волна и расходящаяся волна то есть сферическая сходящаяся, сферическая и расходящаяся тоже такую задачу можно поставить это разные постановки задач соответственно, разные ответы ну, еще раз, давайте то есть можно записать эту f от тета в таком вот виде как сумма по L от 0 до бесконечности 2L плюс 1 fL ну, это фактически лезет от и суммы по L это просто сумма по L даст потому что это все от M не зависит это сумма по L даст P L от косинус тета F L равняется по определению просто E в степени 2I дельта L минус 1 поделить на 2I K иногда ее записывают вот в таком вот виде G L минус I K где G L это K катангенс дельта L вот это называется дельта L это фазы рассеяния то есть их сейчас мы увидим, что их достаточно знать чтобы написать сечение рассеяния значит а конкретный их вид безусловно зависит от конкретного потенциала потому что мы взяли решение вот того вот уравнения которое от потенциала зависит и посмотрели как далеко как оно ведет себя далеки от центра вся информация о потенциале сосредоточена вот в этих асимптотиках в которых дельта L просто вот несет эту как это сказать информацию о том на чем рассеялся на чем рассеялся квант электрон значит что-то как-то мудренно здесь объясняю ну ладно значит, более того, меня интересует асимптотика при R стремящейся к бесконечности такого решения этого уравнения которое ведет себя регулярно при R вот этом стремящем к нулю оно должно быть нормированное иначе плохо так теперь что мы имеем для полного сечения ну вон у него все фаттед подано сегма равняется 2 пи, но это из интеграла по фи идет, от нуля до пи, f от тета, он зависит только от тета, поэтому интеграл от фи факторизуется, синус тета, d тета. Если воспользоваться условия нормировки для вот этих полиномов Эрмита, а там будет стоять просто квадрат, нужно будет проинтегрировать их то мы получим 4 пи поделить на к в квадрате сумма по л от нуля до бесконечности 2 л плюс 1 синус в квадрате дельта л. Все, если вы знаете эти дельта л, то вы знаете сечение рассеяния. Обычно, кстати, ну не обычно, как правило обсуждаются задачи, где ограниченное количество дельта л нужно знать, не всю бесконечность, ограниченное. Ну или там, в общем, конкретные ситуации мы обсудим при решении задач. Значит, вот это вот называется парциальное сечение рассеяния, сигма л. Это, соответственно, парциальные амплитуды, парциальные амплитуды, амплитуды. А парциальные сечения, они вот, соответственно, имеют вид 4 пи, вон там стоящие, 2 л плюс 1 на фл в квадрате по модулю. Ну, здесь они явно подставленные фл. Фл по модулю в квадрате выражены через это и это. Ну, если я подставлю вот то фл, я получу выражение это. Ну и нетрудно видеть из вида фл. Видно, что парциальная амплитуда, максимальное значение на будущее важно, для решения задач важно. Парциальное амплитуду, максимальное значение приобретает вот такое. Это максимальное значение парциального сечения. Так, есть вопросы? Я сейчас перейду к следующей стадии. Где будут спецфункции? Я пока стираю, вы подумайте, есть ли у вас вопросы. Нет, никакого. Но это другая постановка задач. У меня есть дифференциальное уравнение второго порядка. Я могу у него много разных решений обсуждать. Да, ну, в смысле, определяющаяся, которая является суперпозицией плоской... Ну, сходящаяся сферическая волна плюс расходящаяся сферическая волна. Можно такое, да, и чего? В чем вопрос? Мы даже это в некотором смысле в конце прошлой лекции обсуждали, когда выводили функции Грина. Там бывают такие, которые отвечают сферическим сходящимся волном, бывают такие, которые сферическим расходящимся. А в чем... Я не понял, в чем вопрос. То есть ты тоже не понял, в чем вопрос. Я одного студента обидел, когда он мне так сказал. Я сказал, ну, ты прям как собака. Все понимаешь, но сказать не можешь. Так, ну, ладно. Хорошо, когда сможешь сформулировать. Ладно. Итак. Ну, переходим к следующей стадии детализации. Следующей стадии детализации. Если мы это прошли, то есть если это нам показалось... Я так понял. Дмитрий, тебе понятно было, что происходит? Все понятно, это плохо. По размерности. Но если сигма имеет размерность метров в квадрате, ну, тут F соответственно, соответствующую размерность метр. Просто решая уравнение. Ну, это зависит от конкретной постановки задачи, но, как правило, просто решая вот это вот уравнение и находя асимптотики. То есть ты, грубо говоря, берешь потенциал и сшиваешь. У тебя есть внутри потенциала и где-то на бесконечности ты сшиваешь. И у тебя коэффициент сшивки дает эту фазу. Ну, так это, грубо говоря. Это я просто сходу на обум предложил, как действовать. Представь себе, что у тебя есть потенциал какой-то, и там далеко где-то он как-то себя ведет. Ты можешь здесь взять, и здесь тебя интересует расходящаяся сферическая волна. Ну, вернее, не расходящаяся, прошу прощения, вот это вот косинус там, синус там, понятно, да? Линейная комбинация. Сшиваешь одну с другой и находишь фазу. При решении задачи такое будет. Тебе интересует решение с определенной асимптотикой. Да, конечно, плохо, когда нет примера в голове, но будут при решении задачи примеры. Так, давайте посмотрим на это уравнение и будем решать его. То есть мы рассмотрим потенциал вида такого, что он приближительно равен нулю при r много большим a. А, это характерный размер какой-то, который определяет это. Тогда у нас вот этим можно пренебречь, а вот это вот, а это еще мы не пренебрегли. Ну, то есть мы считаем, что потенциал падает как-то достаточно быстро, быстрее, чем это. Значит, что мы имеем? Тогда вот это вот уравнение, вот это вот уравнение, можно записать в следующем виде. Да, во-первых, смотрите, я могу k убрать. Вот смотрите, я могу ввести новую переменную. k умножить на r, переобозначить буквой x, если я этим пренебречь. Видно, да, что я могу здесь везде, и у меня тогда k здесь выпадет, здесь единица будет стоять. Понимаете, что я говорю? Вроде все правильно, да. Так, секунду. Секунду. Все ли я правильно говорю? Да, вроде правильно говорю. Да, значит, что у меня получается? У меня на r, вот на эту r, тогда получается уравнение вида hl, rl от r, от kr. Ну, это приближенное уравнение. Вот это вот уравнение без этой величины переписывается вот таким вот образом. Вот, кстати, сейчас то, что ты спрашивал, сейчас будет прям пример подобного, то, что я сказал. Где hl имеет следующий вид. Давайте я это x, я же это x обозначил, что я тут пишу. Где hl имеет следующий вид. Минус h квадрат на 2m, единица на x квадрат, d по dx, x квадрат, d по dx, минус l на l плюс 1, поделить на x квадрат. Вот такой вот гамильтаньян. Вот такие вот уравнения мы будем, решение этого уравнения мы будем искать. В чем разница по сравнению с предыдущим случаем? В том, что я, когда асимптотику искал, я даже этим пренебрегал. Тогда просто там синус на r. Синус k r поделить на r. А сейчас я оставил это. Вот он. То есть, немножко более детально. То есть, я могу ближе подойти к нулю, используя это решение. Понятно, да? Я сейчас с вами обсужу решение вот этих вот уравнений. Зависящих от l. Значит, давайте рассмотрим ситуацию при l, равное нулю. Введем так называемый, но он почему-то называется радиальный, но, в общем, понятно, приблизительно почему, p r, который имеет вид минус i h бар, единицу на x, d под x на x. Нетрудно видеть, что он равен минус i h бар, d под x, плюс единицу на x. Ну и нетрудно видеть, что h при l, равное нулю, я специально не h0 пишу, а h при l, равное нулю, он равен p r в квадрате на 2m. Нетрудно видеть, что собственные функции вот этого вот оператора, p r, собственные функции этого оператора, это такие сферические волны. e в степени плюс-минус i k, ну, i x, ну, в общем, i k r поделить на k r. Это собственные функции этого оператора, ну, и, соответственно, этого оператора. Что-то вы как-то это... То есть я могу собственные функции этого оператора представить в виде линейной комбинации таких функций, либо вот таких вот, вводят такие функции, j0 от x синус x поделить на x и n0 минус косинус. То есть это такое вот стандартное... Это, то есть базис решений вот этого уравнения я могу представить как линейную комбинацию двух таких вот функций. Теперь, в случае, когда л больше нуля, гамильтониан hl можно записать в следующем виде. единицу на 2m, а, l крест, а, l. Ну, как на осциллятор похоже, где а, l имеет следующий вид. p, r, вот этот вот, минус i h бар, l поделить на x. И а, l крест, p, r, плюс i h бар на l поделить на x. При этом можно проверить, что а, l коммутируется, а, l крест, ой, а, l коммутируется, а, l крест, следующим образом, минус 2h в квадрате на l поделить на x в квадрате. И если этим коммутатором воспользоваться, то можно показать следующее, что hl с а, l крест равен а, l крест hl минус 1. То есть при перестановке а, l с hl я уменьшаю на единицу. Это значит, что если r, l от x, есть собственная функция hl, то а, l крест на r, l минус 1 от x, это собственная функция hl с точностью донимировочной луной. Похоже на осциллятор. То есть у нас оператор а, l крест, который можно записать вот в таком вот виде. Он является повышающим оператором. Повышающим оператором. То есть r, l пропорционален а, l крест, r, l минус 1 и так далее. А, l крест. Тут важно, что в отличие от осциллятора, l меняется. Видите? Ну и вот можно показать, что это значит. Вот это вот все. Это все вместе. x в степени l, единица на x, d по dx в степени l, примененная к r нулю. r нулю это вот это вот. Линейная комбинация этих функций. Итак. Перерыв. Ну ясно. И это базис решений такого уравнения, когда l равен нулю. А только что мы нашли базис решений для l, не равное нулю. Это просто мы должны применять соответствующий дифференциальный оператор. l раз к нулевому решению. Эти функции связаны с функциями Беселя. Нам это не важно, но просто замечание. Потому что это имеет отношение к тому, что я говорил некоторое время назад на этой лекции. Смотрите. Нас интересуют асимптотики этого решения при x, стремящейся к нулю, и x, стремящейся к бесконечности. Ну, x, стремящейся к нулю, к бесконечности нам нужно, чтобы мы как задачу рассеяния смотрим на больших расстояниях. А x, стремящаяся к нулю, чтобы искать фазы. Дельта и l. Что-то про них можно было сказать. Значит, смотрите. Чтобы найти асимптотику при x, стремящейся к бесконечности, вот этот вот дифференциальный оператор нужно применять только к синусу. И никогда не применять к x. Ну, и к x, который здесь, этот дифференциальный оператор сам на себя действует, когда в л-той степени, понятно, да? То есть, он единица на x здесь не случайно. Значит, к x не применять, потому что если я применяю к x, у меня возникает более высокая степень по единице на x. Соответственно, асимптотика yL от x. Следующее. Он приблизительно есть единица на синусу. Да. А применение производной к синусу это поворот фазы, пип-полон. Ну, к синусу и косинусу. Потому что он становится синус, косинус, косинус, синус. Понятно, да? Значит, единица на x, синус x минус PL пополам. И nL от x приближенно равен минус единицу на x, косинус x минус PL пополам. x стремящийся к бесконечности. Это асимптотика этих двух товарищей. Ну, похоже на асимптотику того, что мы обсуждали. Только фаз нету, дельта L. А вот линейная комбинация между этими товарищами задает асимптотическое поведение решения вот того большого уравнения Шейдингера. Понятно, да? Где коэффициенты просто определяют фазу. Понятно, что я говорю? Вот у меня, я же стартовал с уравнения Шейдингера радиального, которое зависит от потенциала. И смотрю на его асимптотику. Асимптотика такая, линейная комбинация двух таких товарищей. А относительная фаза будет давать дельта L. Так, теперь, чтобы найти асимптотику этих величин при Х, стремящейся к нулю, ну, дифференцировать надо Х в основном. Незрогая синус. Ну и можно проверить, что YL от Х YL от Х ведет себя приближенно как Х в степени L 2L плюс 1 двойной факториал. А NL от Х ведет себя как минус 2L минус 1 двойной факториал поделить на Х в степени L плюс 1. Это асимптотика при Х, стремящейся к нулю. На самом деле, такие асимптотики функции Бесселя с точки зрения до коэффициента, до множителя. Эти не буквально равны функциям Бесселя, они функции Бесселя какие-то определенные умножить на корень, как сказать, поделить на корень из Х. Ну, вы не знаете функции Бесселя, поэтому это такое замечание в сторону. Фактически, это ваше первое знакомство с некоторым типом функции Бесселя. Дело в том, что понятное дело, что эта функция выражается через какой-то там полином единицы на Х и синусов и косинусов. Таким свойством владают функции Бесселя полуцелого индекса. Вот полуцелый индекс, функция Бесселя. В функции Бесселя есть индекс. Вот когда этот индекс полуцелый, она выражается через синусы и косинусы. Ну, тут еще единица на корень из Х, но и с какой-то константой. Вот это дает вот этот вот... Либо этот, либо этот, в зависимости от того, какой ню, который выражается через L. Ну, в одном случае ню там типа L плюс 1 вторая, а в втором минус L минус 1 вторая или плюс 1 вторая, я не помню. Так, теперь это знание нам поможет двигаться дальше. Мы хотим смотреть, используя это знание, мы хотим рассмотреть рассеяние медленных частиц. Дело все в том, что при рассеянии медленных частиц, как мы заметили, есть неопределенные общие свойства, которые как бы от формы потенциала сильно не зависят. Вот это мы хотим ухватить. Значит, вот нас интересует рассеяние медленных частиц. Значит, то есть нас интересует Ka много меньше единицы. Мы считаем, что потенциал падает быстрее, чем единица на r в квадрате. Это почему? Потому что мы оставили член L на L плюс 1 поделить на r в квадрате и выбросили потенциал. Значит, он падает быстрее, чем это. Ну и мы смотрим результат действия потенциала на расстояниях много больше a. Но у нас еще есть вот это вот условие. Нас интересует конкретно следующая область r. r много больше a, но много меньше единицы на k, потому что частицы очень медленные. То есть вот в этом промежутке мы смотрим. С одной стороны мы смотрим очень большие r, с другой стороны мы можем устремить r, то есть нас будет интересовать и эта асимтотика, и эта асимтотика. Вот в этом промежутке мы можем использовать и эту асимтотику, и эту асимтотику. Ну и так, вот, например, асимтотика решения. Сейчас я конкретно свяжу со старой задачей. Так, прошу прощения. Здесь. Напомню, что нас интересует r, а, r. И я буду искать в таком вот виде. 2k, решение, вот, уравнение Шердингера радиального. 2k, jl, kr, косинус дельта l, минус nl, kr, синус дельта l. Почему я в таком виде ищем? А? Что-что? Нет. Дело в том, что именно эта функция имеет такую, как надо, асимтотику при x, стремящейся к бесконечности. Она себя ведет, как 2 поделить на r, синус, kr, минус πl пополам, плюс дельта l. Прямо буквально так, как надо. Такая вот линейная комбинация этих товарищей с такими вот коэффициентами ведет себя так, как надо. То есть имеет ту асимтотику, о которой мы говорили. с другой стороны, в этой же области, мы можем посмотреть на асимтотику этой величины. при r, стремящейся к нулю. Она ведет себя вот так. Это вот при r, стремящейся к бесконечности. А при r, стремящейся к нулю, эта вот функция ведет себя как c1. Сейчас я напишу, кто такой c1. r в степени l плюс c2 на r в степени l плюс 1. Это при r, стремящейся к нулю. Где c1 и c2 совершенно конкретные коэффициенты. Следующие отсюда. c1 есть 2k l плюс 1 косинус дельта l поделить на 2l плюс 1 двойной факториал. А c2 приближенно равен 2 на 2l минус 1 двойной факториал синус дельта l поделить на kL, на k в степени l. Таким образом, вот эти вот коэффициенты c1 и c2, а они на самом деле определяются откуда. Как вы думаете, откуда можно эти коэффициенты найти? Не-не, это асимптотика. А вот уравнение Шерингера у меня есть радиальное, с потенциалом. Вот эти коэффициенты c1 и c2 можно найти из него. У меня, когда я близко подошел к центру, где есть потенциал, я могу выкинуть как раз все остальное, оставить только в член с потенциалом. Из-за решения этого уравнения, из-за асимптотики при вершине мягче к нулю, могу написать вот это вот. И c1 и c2 будут определяться потенциалом. Ты вот меня спрашивал, как искать конкретно фазы. Вот тебе, пожалуйста. Итак, то есть тангенс для медленных частиц, это для медленных частинц, тангенс дельта L приближенно равен c2 поделить на c1, поделить на 2L минус 1, двойной факториал, на 2L плюс 1, двойной факториал, на k в степени 2L плюс 1. Ну вот, зависимость c1 и c2, вот эти коэффициенты определяются видом потенциала. А это отношение не зависит от нормировки и k. Вот это вот отношение от k не зависит. Ну почему? Потому что у вас уравнение при r, стремящееся к нулю, при r, стремящееся к нулю, оно становится однородным. Помните, как правило, оно однородное. Ну, вообще-то то уравнение, в котором мы выкинули потенциал, оно прямо однородное. Понятно, что я говорю? Потому что я могу выбросить, я могу выбросить k h в квадрате, k в квадрате поделить на 2m. Вот этот вот вклад в уравнение я могу выбросить, он постоянный, а те все ведут себя как единицы на r. Он однородный. И это уравнение, как правило, если уж я потенциал выкину, то оно однородное. Значит, соответственно, от k не зависит. Итак, что мы имеем здесь? Вот давайте посмотрим на это уравнение. Вот по размерности понятно, что этот будет зависеть от какой-то характерной величины, которая характеризует потенциал. И по размерности понятно, что это будет a2l плюс 1, степени 2l плюс 1. Ну, то есть при k a много меньше единицы, из этой формулы мы будем иметь, что дельта l приближенно равны k a в степени 2l плюс 1. Где a это размерный параметр, я его восстановил из-за размерных соображений. Он характеризует потенциал. Что эта формула говорит? Что у меня парциальные волны подавлены все. Потому что это малая величина, это степень малой величины. Наибольшее значение имеет дельта 0, который приближенно равен k a. в порядку. Ну, в смысле пропорционально. Здесь на самом деле вообще пропорциональность и неравенность. Там коэффициент есть. Что это говорит? Это говорит об однородности рассеяния. Еще раз. У вас рассеивается только l волна. Высшие сферические гармоники подавлены для медленных частиц. То есть, если вы будете писать сечения, вот смотрите, в смысле даже амплитуды рассеяния. Хороший вопрос. Я так сходу не соображу, но я думаю, там все в порядке. Просто для l минус единицы нужно другую формулу использовать. Эта формула написана для l больше, начиная с единиц. Нет, здесь ничего такого не будет. Но это же конкретная, просто написана общая формула для произвольного l. Наверное, надо написать для l равная 0, посмотреть, чему она равно. Смотрите, у нас f от θ, я вам напоминаю, f от θ имеет вид. Какой она вид имеет? Я сейчас так... Где у меня формула? Это сумма по l от нуля до бесконечности. 2l плюс 1, fL, pL от косинус θ. И вот эти вот величины очень быстро спадают. в пределе, когда kA много меньше единицы. Соответственно, здесь это приближенно равно f0. Что отвечает однородному рассею? В зависимости от θ пропало. В зависимости от θ пропало. Что есть е в степени 2i дельта 0 минус 1 поделить на 2i k. И что приближенно равно дельта 0 поделить на k. Что равно c2 поделить на c1. Это называется длина рассеяния ферми. Константа. Вот эта вот буква обозначается буквой минус альфа. И называется длиной рассеяния ферми. Ну и, соответственно, сечение рассеяния. Такое, я не помню причину, по которой вводится знак минус. В данном случае отвечу так, конвенция. Но я просто не помню. Будем когда разбираться с задачами, можете вспомнить причину. Значит, сечение, соответственно, имеет вот такой вот геометрический смысл. Как бы площади. Но бывают нюансы. И мы это обсудим при решении задачи. Вот бывают нюансы, что сечение для медленных частиц сильно превосходит эту величину. И это вот прямо при вычислении парциальных волн, оказывается. Это мы обсудим при решении задачи. Так, теперь пару слов про рассеяние тождественных частиц. Пару слов про рассеяние тождественных частиц. Я как бы рассказал про... У нас есть задачи там, в задавальнике, про рассеяние медленных частиц и про рассеяние быстрых частиц отдельно. И вот там обсуждаются исключения из этого правила. Когда это правило работает, когда здесь происходит что-то чудесное. Я забыл, как это называется, эффект размавора, что ли. В общем, там такие. Значит, и рассеяние быстрых частиц, потом отдельно. Теперь, это все, что я хотел сказать про парциальное рассеяние. Теперь мы переходим... Все, что я, в принципе, успею сказать про парциальное рассеяние. Теперь переходим к обсуждению рассеяния тождественных частиц. То есть, у нас как бы... Мы до сих пор рассматривали рассеяние. У меня как бы центр покоится, на него налетает какая-то волна. А теперь мы хотим рассеивать тождественные частицы. У меня что-то отсюда летит, что-то отсюда летит. Понятное дело, что я могу написать задачу в центре масс. Задачу рассеяния в центре масс. И у меня волновая функция тогда будет функцией от R. Вообще говоря, она зависит от полного спина. Но у нее есть определенные свойства симметрии. Радиальная часть волновой функции зависит... Свойство симметрии радиальной части волновой функции зависит от полного спина. Как зависит? У меня есть единица на корень из двух. Вот этот вот Пси наш от R. Плюс минус один в степени S. Пси от минус R. Где Пси это вот та самая волновая функция, которую я обсуждал все время. Вот это вот парциальное разложение по парциальным волнам. Полное решение уравнения Шерингера. Смотрите, он при замене... Если я меняю в центре масс R на минус R, то я меняю местами частицы. Понятно, да, что я говорю? У меня есть две частицы X1 и X2. Волновая функция, радиальная часть, координатная часть волновой функции, ее свойство зависит от полного спина. Она... Это понятно, что я говорю? Что вы так смотрите? Еще раз, у меня есть полная волновая функция, включающая спин и координатную часть. Если спиновая волновая функция у меня, как это, отрицательная, как это сказать, нечетная, то это четная. И наоборот. Это если я обсуждаю частицы со спином 1, 2, да, конечно. Понятно, да? Ну вот, соответственно, я написал с определенными свойствами. Теперь давайте посмотрим, а у меня же все через... Если я меняю R на минус R, то можно проверить, что θ при этом... θ меняется на π минус θ, как сферические углы меняются, а φ на π плюс φ. Соответственно, вот это вот мои решения, которые я обсуждал. Пси от S от R имеет вид E в степени IKR плюс минус 1 в степени S, E в степени минус IKR плюс F от θ плюс минус 1 в степени S, F от π минус θ умножить на E в степени IKR поделить на R. Ну и я убрал этот множитель, единица на корень из 2. По следующей причине он возникал из-за того, что мы нормировали волновую функцию, а здесь мы его нормируем на поток. Поэтому я убрал единицу на корень из 2. Ну и, соответственно, дифференциальное сечение для рассеяния тождественных частиц зависит от спина и имеет вид... То есть, если я, например, рассеиваю 2 α-частицы, то у меня будет... Вот я должен использовать F от θ для кулоновского рассеяния, но при 2 α-частицах я должен такую комбинацию брать. Но для 2 α-частиц плохо, потому что у них спин 0, поэтому там проще формула. А вот, например, 2 электрона, кулоновское рассеяние, там совсем вот так, как надо. Так. Куда я делал? Вот тряпки. Так. Все. Я заканчиваю лекцию обсуждением оптической теоремы. Оптической теоремы. Так. Про тождественных частиц я сказал в общее положение. Теперь обсудим оптическую теорему. Прошу прощения, дайте я тут. Опечетки всякие. Поправлю. Итак, нас интересовало, сейчас я сформулирую некоторое общее положение, общее свойство, которое имеется у амплитуды рассеяния, у сечения рассеяния, называемой оптической теоремой. Значит, соответственно, я буду обсуждать не только сферический симметричный потенциал. То есть у меня интересует вот следующее. У меня есть волновая функция, которая описывает рассеяние. Она зависит от модуля R и от двух N и N'. N – это направление падающей волны, N' – направление рассеянной волны. Сейчас объясню, что я имею в виду. Вот мне интересует следующая ситуация. И, К, R, N, N' плюс F от N, N'. То есть у меня есть два угла, θ и φ. Если у меня F зависит от скалярного произведения этих двух величин, то там фактически один угол только между двумя векторами присутствует. А так он зависит отдельно от двух этих единичных векторов в общей ситуации. Если не сферически симметричное рассеяние. То есть N – это единичный вектор вдоль падающей волны, а N' – это вектор вдоль рассеянной волны или вдоль направления наблюдения. Ну вот мы наблюдаем по радиусу. Это волновой вектор рассеянной волны. Для упругого столкновения модули K и K' равны. Ну, понятное дело, что это же равно и K', как только что я сказал, поделить на K. Модуль K' равен K. Так, теперь… Любая суперпозиция таких вот волн описывает процесс рассеяния для разных N. N как бы определяет направление падающей волны. Я могу рассматривать, вот у меня рассеющий центр, я могу рассматривать, что волна падает отсюда, а могу рассматривать отсюда, а могу рассматривать отсюда. А могу вообще взять сумму всех волн с разных сторон. Давай я это сделаю. То есть что я сделаю? Я умножу это на некоторую функцию f от N и проинтегрирую по всем направлениям N. Ну вот эту вот волновую функцию. То есть я рассмотрю следующую волновую функцию. Пси с тильдой от R N', которая по определению… D2N – это просто интеграл по телесному углу, понятно, да? FN на E в степени IKR N N' плюс E в степени IKR поделить на R интеграл D омега FN FN N'. Теперь нас интересует поведение этой величины при R, стремящейся к бесконечности. То есть вот здесь имеется вот такой вот фактор. Этот интеграл можно взять методом стационарной фазы. То есть при R, стремящейся к бесконечности. Понятное дело, что тут в основном будет давать вклад N равное плюс-минус N'. Понятно, да, что интеграл наибольшей фазе и вклад в этот интеграл будет… В этом можно убедиться следующим образом. Можно ввести угол между… То есть косинус угла… То есть я его обозначу буквой альфа. У меня здесь будет интеграл по D' альфа от минус единицы до единицы. Я правильно букву альфа использовал? D. От минус единицы до единицы. Вот у меня вот здесь будет содержаться этот интеграл. По фи интеграл выфакторизация. Теперь, смотрите, у меня есть комплексная плоскость альфа. Интеграл от минус единицы до единицы берется. Я просто рассказываю, как взять. Я могу… Под интегральное выражение полюсов не имеет. Я могу вытянуть этот контур вот так вот. И тогда у меня основной вклад будет набираться отсюда и отсюда. Потому что что у меня получится? У меня получится E в степени IKR альфа. Для альфа, сильно отклонившихся вот в этом направлении, в положительном направлении, то есть мнимая часть альфа положительная здесь будет стоять. То есть это по модулю порядка E в степени минус KR мнимая часть альфа. А R, стремящаяся к бесконечности, это подавлено. То есть у меня интеграл будет набираться вот здесь и здесь. Но это я просто другими словами сказал то же самое, что я сказал про стационарную фазу. Итак, результат интегрирования при R, стремящейся к бесконечности, следующий, что Пси с тильдой от R, N' приближенно, это при R, стремящейся к бесконечности, равен 2Пи и F минус N' штрих E в степени минус IKR поделить на R, минус 2Пи и FN' штрих E в степени IKR поделить на K, здесь K, KR. Это вот результат этого интеграла плюс E в степени IKR. Это я вот переписываю то, что стоит здесь. Это я вообще не трогал интеграл. Интеграл по D омега F от N, F от N, N' штрих. Понятно? Итак, что я получил? Я получил, что вот такое у меня есть следующее решение уравнения Шейнера. Пси с тильдой, вот это вот самое. Я могу записать вот в таком вот виде. При R, стремящейся к бесконечности, приближенно равно 2Пи поделить на K, здесь стоит F минус N' штрих E в степени минус IKR. Это сходящаяся сферическая волна с какой-то амплитудой. Минус E в степени IKR поделить на R. Это расходящаяся сферическая волна. Какой-то оператор, сейчас я его напишу явно, F от N. Как он действует, этот оператор? Этот оператор действует как единица, это называется S-матрица, этот оператор. 2IKF, где результат действия F на F от N' штрих. Это вот просто по определению, единица на 4Пи интеграл D2N F от N на F N' штрих. Просто я переписал эту формулу. Вот эту формулу переписал вот в таком вот виде. То есть это у меня сходящаяся к центру волна, а это расходящаяся из центра волна. Теперь закон сохранения потока, в смысле поток частиц, должен сохраняться. Соответственно, амплитуда этой волны должна равняться амплитуде этой волны. Это значит, что этот оператор должен быть унитарным. Это значит, что F минус F крест равняется 2IKF на F крест. Ну или если вот это вот записать сюда явно, то я получаю следующую формулу. Более-менее это уже оптическая теорема. Соотношение на амплитуду. Следующее из унитарности. F N N штрих минус F со звездой N штрих N равняется ИК поделить на 2π интеграл по D2 N 2 штриха. F на N N 2 штриха. F со звездой от N штриха N 2 штриха. Или наоборот N 2 штриха N штрих. F крест, да. Вот. А теперь смотрите, что произойдет, если N равняется N штрих. Если N равняется N штрих. То что я здесь получу? Вот это вот. Это будет интеграл по D омега 2 штриха. F от N N 2 штриха по модулю в квадрате. Это просто полное сечение. Я получу следующее. Мнимая часть. Мнимая часть амплитуды рассеяния на нулевой угол равняется К поделить на 4π полному сечению рассеяния. Это называется оптическая сеарема. То есть, если у вас есть амплитуда рассеяния, то вы берете амплитуду рассеяния на нулевой угол, ее мнимую часть, оттуда вы находите сразу полное сечение рассеяния. Следует это из унитарности. То есть, из сохранения потока. А? Нормировка амплитуды, да. А она у нас всегда фиксирована. Я замечу, что мы так ее строили. Мы строили решение, отвечающее падающей волне с определенной нормировкой, отвечающей потоку определенного вида и рассеянную волну. Так, смотрите, что происходит. Дело в том, что мы с вами обсуждали решение стационарного уравнения Шевингера, которое описывало нестационарную задачу рассеяния. Почему мы это могли делать? Потому что у нас был принцип суперпозиции и энергия постоянная. Потому что мы унитарные, ну, не унитарные, упругое рассеяние обсуждали. Раз упругое рассеяние, энергия сохраняется, соответственно, Е в степени Омега Т и Е в степени И ЕТ поделить на H бар выносилось, и мы решали стационарное уравнение. Искали его решение в виде суперпозиции падающей и рассеянной волны. И так вот получалось. Теперь давайте мы рассмотрим, дело в том, что у этой теоремы есть глубокие, более наглядные, глубокие причины, которые следует, если рассмотреть нестационарную задачу. А нестационарная задача рассматривается так, что у нас берется, при каком-то Т0, который берется очень далеко в прошлом, берется начальное состояние, Пси 0, буквально отвечающее той волновой функции, которой плоская волна падающая. Причем еще раз, минус бесконечности по времени это в характерных единицах, это там, я не знаю, минуты назад или секунды назад или доли секунд назад, зависит от характерной ситуации, которую мы обсуждаем. Значит, дается начальное состояние, а потом ищется решение, ищется решение, которое в будущем, когда у меня частица ушла на плюс бесконечность. То есть у меня ищется решение при Т, стремяющейся к плюс бесконечности. Но мы знаем, как выглядит это решение, если у нас энергия фиксирована. Если у нас энергия фиксирована, то мы можем с точностью до фазы, которая нас не интересует, а это оператор эволюции в представлении взаимодействия. Помните, да, эту формулу? Эту мы выводили в самом начале нестационарной теории взмущения. Этот оператор эволюции, если помните, это Т-экспонента, которую можно написать как единичный оператор минус какой-то там ИТ. Соответственно, вот это вот Пси, только оно зависит от времени, в отличие от стационарной ситуации, представляется как Пси 0, минус ИТ Пси 0. Это буквально то самое представление, что нам только в нестационарной задаче, которая отвечала Пси 0 плюс Дельта Пси. А из унитарности вот этого вот У следует, что Т минус Т-крест равняется ИТ-крест. О, отлично. Это соотношение напрямую связано с этим соотношением. Для этого нужно увидеть, как эта нестационарная задача связана с этой стационарной. Вот это ваша задача найти эту связь. Понимаешь, что я говорю? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...